Здравствуем вас в студии телеканала Дождь. Продолжаем подводить итоги этого дня. Подмосковная Саграм, начальник главного управления МВД области, приказал провести расследование информации о драке в деревне Богоявление, это в Подольском районе. Там группа неизвестных, пока неизвестных, избила дачников. А свидетелем истории стали известные журналисты, которые раскрутили скандал в интернете. Подробности выяснял наш коллега Антон Жилнов. Антон. Да, добрый вечер коллеги. На самом деле некоторые из подозреваемых уже известны. Но все произошло достаточно давно. Странно, что история всплыла только сейчас. В ночь на 14 августа в 2 часа жители дачного дома в селе Богоявление Дмитрий и Эльвира Кругловы увидели, как у их дома несколько неизвестных молодых людей в возрасте 25-30 воруют дрова у ворот. После замечания Эльвиру Круглову стали избивать. Попытавшийся вступиться за жену Дмитрий Круглов также был жестоко избит. После этого мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Тогда молодые люди уехали. На этот шум в дом Кругловым пришли несколько соседей, а также проживавшие рядом журналисты. Геннадий Сысоев, коммерсант, и его жена сербская журналистка Зарана Бойч Сысоева. Они попытались оказать помощь и вызвали полицию. Но вместо полиции через 20 минут в поселок уже на одной машине Volkswagen Touareg вернулись те же шестеро молодых людей. Сказав, что они приехали расквитаться, они стали избивать всех, кто был на тот момент около дома Кругловых. Причем преступники пытались проникнуть и на соседнюю дачу, где проживали родители этой семейной пары. Однако им не удалось это сделать. Испуганные пенсионеры не стали открывать дверь. По словам Геннадия Сысоева, налетчики были славянской внешности. Они напоминали гопников и били остервенела. Женщины, четверо мужчин, причем все такого же, выше среднего возраста. А приехавшие были такие молодые крепкие парни, 25-30 лет. Просто начали избивать людей. Сначала одного просто сбили с ног, начали добивать. Один сидел на плечах и бил в голову, второй бил ногами. У одного точно были такая палка, как вот от шведской стенки. Сцена избиения закончилась в тот момент, когда молодые люди увидели подъезжающую к дому машину. Крикнув, менты, они скрылись. На самом деле это была машина одного из местных жителей. Полиция же приехала спустя еще полчаса. Тут же вызвав скорую, потому что один из пострадавших не мог самостоятельно передвигаться. Несколько женщин также нуждались в медицинской помощи. У всех пострадавших, это, как вот уже сказал Геннадий Сысоев, четыре мужчины и три женщины с отрясением мозга, средней и тяжелой тяжести у нескольких, гематома и многочисленные переломы и ушибы. Сам Геннадий Сысоев не смог прийти к нам на вечерний эфир, так как каждый вечер испытывает тупую головную боль, как он нам сказал, а его жене прописан постельный режим. Любопытно, что написав заявление в местное отделение полиции Красносельская, в эту пятницу пострадавшие получили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за подписью начальника ОП Красносельская Николая Рамзайкина. Вот мы должны видеть его фотографию. И вчера потерпевшие обратились с жалобой и все-таки требованием возбудить уголовное дело уже в прокуратуру. Ответа оттуда пока не последовало, но после того, как эта новость попала в СМИ, обязаны мы этим блогу сотрудницы коммерсант Елене Черненко, руководителя властного главного управления МВД по Московской области Николай Головкин, кстати, подозреваемый в деле о крышевании подмосковных казино, мы сегодня о нем рассказывали, распорядился проверить это сообщение. Расследование взяло на себя следственное управление Подольского ОВД, и вот уже вечером агентство РИА бодро рапортует, что уголовное дело все-таки возбуждено. Лишится ли своей должности Николай Рамзайкин, отказавшийся первоначально в расследовании этого преступления, пока не сообщается. Дозвониться до него мы не смогли. В дежурной части нам сообщили, что он находится в ОВД, мобильный телефон дать отказались, а сотрудница полиции сказала мне, что ничего не знает о произошедшем, а телеканал «Дождь» у них не показывает. Но личности нескольких нападавших, как я уже сказал, установлены. Игорь Черненко пишет об этом в блоге. Это Михаил Каратаев, он привлекался милицией за наркотики. Александр Жебелев несколько раз проходил по статье «Разбой». И владелец темного Туарега, на котором прибыли нападавшие уже повторно, это Иван Малов. Но вот это только трое человек, еще троих придется как-то опознать будет. Коллеги? Да, все в этой истории страшно удивительно. В частности, то, что люди, которые воруют дрова, ездят на Туареге, например. И первая машина, Маш, об этом мне сказал Сысоев, первая машина была «Ауди». Причем, по-моему, представительского класса. Спасибо, Антон. Антон Жилнов о том, кто и с кем дрался в подмосковной деревне Богоявления.